Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – меню. В этом видео мы с вами разбираем следующий тип пункта. Это на очереди у нас с вами общие настройки. Раскрываем, и здесь есть два параметра. Давайте их сразу наглядно посмотрим. Параметры сайта. Даст возможность с фронтальной части сайта управлять главными настройками сайта. Параметры шаблона позволяют управлять вашим активным шаблоном по умолчанию также с фронтальной части сайта. И пункты доступны только администраторам сайта. И это правильно. Давайте наглядно все разберем. Параметры сайта. То есть в каких-то случаях, возможно другим администраторам, у которых, например, нет доступа к админской части, но нужно, чтобы они тоже могли видеть эти вкладки на сайте. Возможно, вам самим будет так удобней вдруг вносить какие-то правки в главные настройки сайта или шаблона именно с фронта. Тогда эти ссылки реально могут быть полезны. Заголовок сайта пишем. Дальше никаких особых здесь настроек нет. Эти все вкладки, все это вам должно быть уже знакомо. Если вы смотрели все мои уроки, смотрите, давайте сделаем сохранение. И сразу же, чтобы мы посмотрели обе ссылки, я предлагаю здесь нажать сохранить и создать. Сразу же выведем вот эти настройки и посмотрим на них сразу тоже. Здесь тоже никаких особых настроек для этого пункта меню нет. Сохранить, закрыть. Теперь идем на сайт, обновляем. Видим два новых пункта меню. Параметры сайта. Смотрите, 403 ошибка, потому что я не авторизовался. Эта страница будет доступна только администраторам. Мы с вами даже проверим сейчас. У меня есть тестовый пользователь. Давайте посмотрим пользователей. Перейдем. Есть у меня тестовый пользователь Вася. У него есть только публишер и зарегистрированный. А вот такие права. Супер юзер у этого пользователя нет. Вот я сейчас авторизуюсь. Вот мы зашли под ником Вася. Тоже он не увидит. И это абсолютно правильно. То есть эта страница, она закрыта от всех пользователей. Только пользователям с наивысшими правами на сайта. Вот я авторизовался как администратор. Параметры сайта. Теперь я могу это все видеть. Здесь просто дублируют настройки, основные настройки сайта вашего на фронт. И все. Заголовок сайта. Сайт отсюда можно выключить. Например, на техническое обслуживание. Параметры SEO. Кнопка сохранить и отмена. Смотрите, если вы еще не поняли, перейдем с вами в панели управления. Общие настройки. Вот сайт вкладка. Вот этот сайт названия. Вот сайт выключен. Вот эти все настройки дублируются. Но не все, а многие из них дублируются на фронтальную часть сайта. Также я бы рекомендовал, чтобы вот сами ссылки не маячили здесь всем зарегистрированным пользователям, раз они все равно туда зайти не могут. Я бы предложил вам закрыть их. Перейти в меню. Вы должны уже знать, как это делается. Просто доступ выбрать Super User. И тогда ссылку никто не увидит. Ну даже ссылку не увидит. Вот. Поэтому здесь лучше их закрыть. Теперь давайте посмотрим параметры шаблона. Что это дает? Это дает отображение основных настроек вашего активного шаблона, который назначен по умолчанию. Можно здесь указать изображение. Бренд, заголовок, описание, поменять цветовую гамму, другие настройки. Вы должны понимать, что если вы будете использовать какой-то платный шаблон с большим количеством настроек, наверное, они здесь тоже будут все выводиться. То есть аналогичное решение только для настроек самого шаблона. Шаблон Casio P1, я напоминаю. То есть тот родной шаблон, который предлагает нам Joomla. Давайте сразу я вам его покажу. Вот эти настройки все сейчас отображаются у нас на фронтальной части сайта. Довольно полезные вот эти две опции. Сам, конечно, я такой не использую. Я всегда пользуюсь админской части сайта. Но в каких-то случаях, я думаю, это очень будет полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!